Всем привет! С вами Елена Максимова и вы находитесь на канале Территория Творчества Elma Toys. Для моих новых зрителей и для моих постоянных зрителей, кто еще не подписался, напоминаю, что прямо под этим видео есть красная большая кнопка с надписью «Подписаться», при нажатии на которую вы будете получать уведомления на свой e-mail о выходе новых видео на моем канале. Ну а все, кто ждал, сегодня наконец настал тот день, мы будем с вами шить мышку с большими ушами. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь со мной и мы начинаем создавать красоту. Как всегда, любая наша работа начинается с выкройки. Выкройку нарисовала замечательная мастер, к сожалению, не знаю, как ее зовут, но магазинчик на ярмарке мастеров называется Crazy Zoo Handmade. Мышка у меня будет из флиса, такого нежного, кремового цвета. Флис просто супер качество, я уже его использовала не только для этой мышки. Посмотрите, как растягивается флис другого производителя. Конечно, с таким флисом работать вообще невозможно, потому что результат очень неожиданный. Тот, который я приобрела сейчас, он просто супер-супер качество. Он очень податливый и очень предсказуемо себя ведет. И он меня не разочаровал ни одного раза. Одна сторона у него изнаночная почти без ворса, вторая сторона лицевая такая вот мягонькая, как будто бы бархатная. Заказать флис высокого качества вы можете в моей группе по мастер-классам. Ссылочку на альбом я оставлю в описании под этим видео. Ну и теперь приступим к самому интересному. Начинаем шить нашу мышку. Выкладываем детали в выкроек сначала те, которые нам нужны будут парными. Это боковая часть головы, ручки-ножки и туловище. Переносим выкройки на ткань, таким образом, чтобы между деталями было достаточно места, чтобы можно было оставить достаточно большие припуски. То есть хотя бы по сантиметру, а то и по полтора нужно делать расстояние. Как обычно, фиксируем все плотненько булавочками и начинаем сшивать наши детали в определенном порядке. На туловище мы должны оставить обе выточки открытыми. Причем на спинке мы не оставляем отверстия для выворачивания. Голову мы сшиваем только по нижнему шву, а лапки сшиваем полностью по периметру, не оставляя отверстия для выворачивания на строчке. Мы будем делать это отверстие уже после того, как вырежем наши детали. Теперь очень аккуратно вырезаем детали. Ручки и ножки мы вырезаем просто по контуру. Сразу поставим меточки, где мы будем делать отверстия для выворачивания. Обратите внимание, что детали должны лежать у вас в зеркальном отображении друг от друга. И очень аккуратно вспарывателем прорезаем отверстие только на одном из слоев ткани. Ножничками разрезаем отверстие, чтобы оно стало пошире и уже через него легко выворачивается наша рука или нога. Как обычно я использую трубочку и палочку для того, чтобы легко вывернуть детали. Теперь на деталь туловища необходимо перенести контуры выточек. Сделать это нужно максимально точно и аккуратно. Теперь совмещаем передние и задние швы и прокладываем строчку по выточке. Прежде чем сшивать на машинке, флис я предпочитаю сметать вручную. Иначе может произойти смещение ткани и будет неровно закрыта выточка. То же самое нам нужно будет сделать и с нижней выточкой тоже. Теперь нам нужно срезать лишнюю ткань, которая осталась на выточках и вывернуть через отверстие на шее. Все, с туловищем разобрались. Выворачиваем его и наполняем через отверстие сверху нашим любимым наполнителем. Теперь приступим к пошиву головы. Прикладываем выкройку на обратную сторону, там где нет у нас контуров, таким образом, чтобы линия на выкройке совпадала с линией шва, которую мы проложили по нижней части головы. Проверить совпадают ли линии с обеих сторон можно при помощи булавки. Совместите вершины выточек и убедите, что обе части головы у вас симметричны. И снова закрываем выточки, сначала сметывая их вручную, а затем уже прошиваем на машине. Теперь нам нужно выкроить клин. Располагаем деталь выкройки таким образом, чтобы центральная линия проходила по долевой ниточке. То есть ткань у нас тянется в ширину, а в длину у нас ткань не тянется. Очень аккуратно вырезаем, оставляя со всех сторон припуски одинаковой длины. Той, которая вам будет комфортна, но не меньше 5 мм, потому что флис с меньшим припуском будет сшивать гораздо сложнее. Теперь вшиваем клин в голову. Совмещаем точки на клине и на деталях головы при помощи булавочки. И теперь аккуратненько ручками мы должны вшить деталь клина в боковые части головы. Я очень аккуратненько сначала сметываю эти детальки, а затем прошью на машине. Теперь можно срезать лишнюю ткань, если она осталась, подрезать припуски и вывернуть голову на лицевую сторону. Теперь деталь головы, как и все остальные детали, нужно наполнить любым наполнителем. Не забудьте на изгибе на ножке сделать надсечку на ткани, для того, чтобы шов мягко вывернулся. Теперь нам нужно зашить отверстия. Ручки и ножки зашиваем так, как нам удобно. Главное, чтобы шовчик был аккуратненький и прочный. Теперь нам нужно зашить отверстия на туловище. И мы просто стягиваем на ниточку по периметру это отверстие. Нам осталось подготовить детали ушей. Контуры я переношу на хлопковую ткань на изнаночную сторону. И затем складываю лицевыми сторонами вовнутрь с флисом. Строчим и выворачиваем и отутюживаем. Для хвостика я буду использовать фетр, который идентичен по цвету с флисом. Начинается самая интересная часть. Это оформление головы и сборка игрушки. Булавочками фиксируем ушки на голове, для того, чтобы понимать, где у нас будут находиться глазки и как будет выглядеть игрушка в целом. Маркером я отмечаю зону носика, которую нужно будет вышить. И тем же маркером ставим точки на тех местах, где у нас будут пришиваться глазки. Для верности линейкой проверяем расстояние от точки до кончика носа. Если на этом этапе вы видите, что допустили ошибку, то это пока еще легко исправить. Теперь пришиваем глаза. Для этого я буду использовать длинную иголочку и черную нитку в два сложения. Вводим иголочку через отверстие на шее. Обязательно оставляем длинный хвостик, он нам еще потом пригодится. И пришиваем сначала первый глаз. Выводим иголочку на противоположную сторону, для того, чтобы пришить второй глаз. Пока не делаем никаких утяжек, просто пришиваем. Отступаем 2-3 мм и снова выводим иголочку под первый глаз. Стараемся попасть в то же самое место, где у нас уже выходит ниточка. Протягиваем нитку, следите за тем, чтобы у вас не запуталась нить. Вводим иглу в петельку глаза. Далее иголочка в то же самое отверстие под глазиком. Выводим на противоположную сторону. Как вы видите, глаза мы еще не утянули. Так и должно быть. Стараемся попадать иголочкой в одни и те же места, чтобы у нас под глазом не образовалось много ниток. Снова продеваем нитку в петельку второго глаза. И вот как раз сейчас мы можем утянуть глазки. Нитка уже никуда не выскользнет, все будет держаться прочно. После утяжки мы вводим иголочку под глазом в уже существующее отверстие и выводим нитку в шею. Вот так несложно мы оформили мордочку мышки. Глазки надежно утянуты. Теперь нам осталось завязать узелок из ниток, которые мы хвостики оставляли. И голова у нас почти готова. Перед тем, как приступить к вышивке носа, я сначала хочу вышить улыбку, ротик, вот эту вот складочку носогубную. Делать это совсем несложно. На черной ниточке я завязала узелок в конце, поэтому я начинаю вышивать с центра носа. Внимательно посмотрите, как это делаю я. И пока вы будете смотреть, я вам напомню, что флис для изготовления этой мышки хорошего качества. Вы можете заказать в моей группе по мастер-классам. Ссылочку на эту группу, на альбом я оставлю в описании под этим видео. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Красная кнопочка со словами подписаться находится прямо под этим видео. Надеюсь, что у вас получилось вышить ротик и носогубную складку. Теперь нужно зафиксировать ниточку в центре носа и спрятать хвостик нитки внутрь игрушки. Теперь вышиваем носик. Я использую для этого обычные ниточки мулине. И, как всегда, в любой игрушке я буду вышивать носик, накладывая стежки близко друг к другу. Вводим иголочку подальше от носика, выводим в уголочек и хвостик ниточки прячем в игрушку, так, чтобы он не выскочил. Делаем первый стежок закрепляющий и все, нитка уже никуда не денется. Вы можете смело начинать вышивать нос. Делаем столько слоев стежков, чтобы спрятать черную нитку, которая у нас там осталась от улыбки. Ну и, конечно же, так, чтобы носик выглядел аккуратненько и красиво. Нам не нужно сильно перетягивать его. Я не буду долгое время уделять вышивке носа, потому что в каждом видео, где мы шьем с вами зверят, мы им вышиваем носы и вы с легкостью можете посмотреть любой другой мой видео урок, в котором мы шьем игрушку у животное. Теперь мы соединим голову и туловище при помощи внутреннего пуговичного крепления. И у нас будет впечатление, что голова крепится на шплинте. Для этого я взяла очень прочную ниточку, которую достаточно сложно порвать. У меня не получилось, по крайней мере, в два сложения. Взяла пуговицу не очень большого диаметра. Длина нитки должна быть достаточно длинная. То есть, мы пуговичку усаживаем в середину этой нитки. Вот половина нитки, это должно быть как минимум 4 туловища. Завязываем узелок под пуговицей. Желательно двойной, чтобы пуговичка была надежно зафиксирована в одном месте. И нам нужно будет поместить эту пуговицу прямо в голову, там, где шея. Берем обычную иголку с ниткой и сметываем по периметру это отверстие. Теперь берем пуговичку и вкладываем ее в отверстие. Дальше мы должны это отверстие стянуть и зафиксировать нитку. Пуговичку нужно расположить ближе к лицевому шву. И если у вас там сзади остается большое расстояние, ну, как бы отверстие сильно не стянулось, то просто зашейте его любым удобным для вас способом. Вот я надежно зашила отверстие, в которое мы вкладывали пуговичку. И прячу кончик нитки, как всегда, в игрушку. Теперь берем туловище и ножки. Прикладываем ножки к туловищу, заранее определяем место их пришивания. Центр туловища это наша выточка. И можно ориентироваться по ее вершине, чтобы понимать, на какой высоте у вас будут находиться ножки. Поставила маркером точки ориентиры и начинаем пришивать голову к туловищу. Из головы у нас, как бы, выходит два пучка ниток, да, по две. Вводим иголочку в отверстие, там, где у нас шея на туловище, и выводим в точку, которую мы поставили для ноги. Отступаем 2-3 миллиметра, допустим, влево, и выводим снова в отверстие в шею. Теперь вдеваем другой пучок ниток в иголку. Делаем все то же самое, только с другой стороны. И если вы в первый раз отступали 3 миллиметра влево, то сейчас вам нужно отступить эти же самые 3 миллиметра, но уже вправо. Выводим нитку в шею и снимаем с иголки. Дальше, я думаю, вы уже догадались, нужно подтянуть вот эти вот ниточки настолько плотно, чтобы голова прилегла к туловищу. Сильно не стягивайте, потому что флис достаточно податливый материал, и в местах крепления ног у вас будут глубокие дырки, и игрушка станет меньше нас, плющится. Теперь делаем несколько оборотов ниток вокруг шеи. То есть, получается, одна у нас нитка как бы вертикально натянута, и хвосты начинаем обматывать вокруг этой вертикальной ниточки. Делаем несколько прочных узелков и прячем концы ниток в игрушку. И вот так несложно мы с вами сделали голову, которая может поворачиваться. И теперь нам нужно пришить ножки и ручки. Пришивать я буду внешним пуговичным креплением, но, как вы уже догадались, ножки и ручки можно было точно так же, как и голову, пришить на внутреннее пуговичное крепление. Я не буду надолго останавливаться на этом моменте. Пуговичное крепление я показываю практически в каждом своем видеоуроке, поэтому вы можете посмотреть более ранние мои уроки и увидеть полностью процесс пришивания рук и ног. Теперь нам нужно выкроить детали платья. Я буду делать с внутренней подкладкой для того, чтобы было удобнее работать с небольшими вырезами. В зеркальном отображении выкраиваем две задние полочки, две детали спинки и одну деталь переда. Посередине эта деталь отзеркаливается. Дальше я начала работать по обычной схеме, как это делаю я всегда, и немного не сориентировалась о том, что так делать нельзя. Смотрите, я вырезала детали, это у меня подкладка, я вырезала детали, совместила детали право-лево по плечевым швам и сшила по плечевым швам. Но в таком порядке здесь работать у нас не получится, потому что у нас очень узкий плечевой этот проход будет, и мы не сможем вывернуть просто деталь. Поэтому нам нужно вырезать сейчас деталь переда и две детали спинки и сшить с деталями лицевой части платья. Это немножко дальше, в видеоуроке я покажу. То же самое я сделала с лицевой частью ткани, сшила по плечевым швам, и дальше я лицом к лицу стала складывать подкладку и внешнюю часть платья. Этот способ, конечно же, подойдет для любой другой игрушки, для любого другого платья, если детали будут крупнее. Главное, чтобы через плечо можно было вывернуть всю деталь. Теперь нам нужно проложить строчки. Низ у платья остается у нас открытым, мы его не зашиваем, строчки должны проходить по разрезу, который на спинке, по линиям проймы и по горловине. Но, как я уже сказала, для этого изделия сделать это невозможно, поэтому вот этот процесс нужно делать для каждой детали отдельно. То есть, отдельно мы сейчас будем с вами сшивать детали спинки, отдельно детали переда. После сшивания на машинке все округлости вырезаем ножничками зигзаг, либо делаем частые надсечки, чтобы в этих местах ткань не тянула. И вот сейчас, если бы все было в порядке, мы бы просто вывернули эту детальку на лицевую сторону через плечевой шов, и у нас была бы уже готова целая верхняя часть платья. Но этого сделать не удалось, поэтому я разрезала по плечевым швам эти детали и вывернула на лицо уже отдельно каждую. У вас же в руках, если вы внимательно слушали, должно быть три детали. Одна деталь переда и две детали спинки. Вот сейчас я разрежу по плечевым швам, и у меня все спокойно вывернулся на лицо. Вот что у вас должно получиться. Три детальки, которые очень легко и просто выворачиваются на лицевую сторону и дальше уже соединяются между собой по плечевым швам. Вот теперь давайте сначала соединим по боковым швам, разворачиваем детальки в районе бокового шва, складываем верхнюю часть платья с верхней и нижнюю часть с нижней, в смысле подкладку и лицевую сторону. Совмещаем швы на пройме и прокладываем прямую строчку. Теперь этот шовчик нужно разутюжить на разные стороны. И естественно с другой стороны мы должны были сделать то же самое. Примеряем верхнюю часть платья к нашей мышке, смотрим все ли у нас нормально, все ли подходит. И закрываем плечевой шов. Хотя плечи можно закрыть и в самом конце, на самом деле это совершенно не важно. Даже если сделать это позже, будет удобнее вшить юбочку. Но раз я уже делаю в таком порядке, то и рассказывать буду по порядку. Мы должны соединить плечевые швы по тайным швам. Сначала мы соединяем между собой подкладочную часть платья, а потом соединяем между собой верхнюю часть платья. И тогда у нас все будет надежно и аккуратно. Вот такая жилеточка у нас уже получилась. Можем снова примерить на нашу мышульку. Но давайте скорее продолжим. Осталось уже совершенно немного. Для юбки я взяла небольшой отрезок ткани, потому что у меня просто больше нет. Это уже последний кусочек. Но я вам рекомендую, если вы хотите сделать пышную юбочку, то возьмите полоску длиной как минимум в два раза больше, чем объем вокруг мышки. А то и еще больше. Итак, этот прямоугольный тканей я обработала зигзагом, чтобы он не сыпался и пришила по краю кружеву. Для того, чтобы на юбке получились красивые равномерные складочки, нужно проложить две параллельные строчки, отпустив нитку на максимум, то есть натяжение нитки ослабить, и поставить самый широкий шаг. Таким образом мы можем стянуть нашу юбочку, и на ней получатся очень красивые складочки. Стягиваем юбку так, чтобы длина талии соответствовала длине талии на верхней части платья. Теперь нам нужно совместить юбку и лицевую часть платья. Не пришиваем пока к подкладке, потому что вот этот срез мы будем прятать вовнутрь. И теперь между двух временных строчек, при помощи которых мы делали вот эти оборочки, прокладываем уже постоянную обыкновенную строчку. Теперь нам нужно удалить нитки от временных строчек. Просто потяните за те нитки, при помощи которых вы сборили юбку, ниточка легко удалится. Теперь нам нужно закрыть задний шов на юбке. Для этого мы совмещаем линию талии и прокладываем строчку по юбке, при этом мы не трогаем подкладку. И вот только теперь, когда у нас уже закрыт задний шов, мы можем пришить подкладку к юбке таким образом, чтобы шов спрятать вовнутрь. Платье вверху у меня будет застегиваться на вот такую прозрачную кнопочку. Теперь платье можно спокойно надеть на мышку и начинать шить чепчик. Из чепчика у меня тоже вышел небольшой конфуз. Почему-то я решила, что это одна деталь, а на самом деле, девочки, их должно быть две. То есть вы берете вот эту вот выкройку, делаете зеркальную деталь. Одна это будет верхняя, и вторая деталь это будет нижняя, конечно же. Я решила, что у меня очень широко растянулась голова, и что просто нужно увеличить вот эту выкройку. И вот в итоге у меня получился довольно странной формы чепчик. С одним только швом сзади у вас должно получиться два шва. Ну, в смысле он должен быть один, но соединяющий две отдельные детали. И он будет идти как бы сбоку, от уха до уха, а не по затылку. Чтобы более-менее симпатично смотрелся мой чепчик, я решила сделать небольшую сборочку у конца. В итоге получилось довольно мило, но все же я еще раз говорю, что я неправильно прочла эту выкройку. Как говорится, и на старуху бывает проруха, нечего работать до трех часов ночи и писать ночные мастер-классы. Надо спать, отдыхать и делать все вовремя. Но я же хочу как бы все сделать для вас побыстрее и интереснее. И вот в итоге получаются вот такие вот недоразумения. Ну и теперь нам осталось пришить потайным швом ушки прямо к голове через чепчик. И наша мышка уже готова. Остался завершающий штрих, это хвостик. Я взяла фетровый хвостик и просто пришила туда, где он должен быть. Все, наконец-то мы с вами закончили сшить мышку. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Вы не забудете написать мне об этом в комментариях, поставить лайки. И у меня к вам один вопрос. Насколько вам удобно, чтобы мастер-класс был таким долгим? Ну вот, чтобы мы за один урок сшили полностью всю игрушку. Или все же удобнее, когда мы делим его на части. Первая, вторая, третья часть. Ну или хотя бы на две. Напишите мне, пожалуйста, об этом в комментарии. Мне важно знать ваше мнение. А я с вами прощаюсь на этой прекрасной ноте. До новых встреч в новых видео. Всем пока-пока.